на ремонте вот такая стиральная машинка Zanussi. модель вот здесь написано F802V суть поломки в чем? я уже включил ее. она запустила воду. вода налилась вот до сюда. скорее всего датчик уровня воды присостат работает. она остановилась в том смысле что наверное она сейчас должна крутиться. что-то не сработало. нужно выяснить идет ли сигнал на электродвигатель. скорее всего что-то с электродвигателем. для того чтобы разобраться сейчас будем прозванивать. чтобы прозванивать я уже сзади открутил два винтика. если открутить то видим эта машинка механическая с командным аппаратом. есть плата управления. нужно посмотреть идет ли сигнал с платы управления на электродвигатель. сейчас солью воду. посмотрю какие провода идут от электродвигателя по цвету и буду прозванивать здесь и подается ли на него 220. ну собственно начинаю. но сначала нужно слить воду. для этого вода вода сливается на команде P. выключим. поставим на P. включим. сольем воду. чтобы можно было перевернуть и посмотреть на электродвигатель. ну и будем проверять. значит смотрите. вот иногда начинает крутиться. что я сделал. я поставил на отжим чтобы крутился электродвигатель. это знак n. и включил. сначала заработал насос. но электродвигатель не включился. я посмотрел что вот этот разъем отвечает за электродвигатель. начал прозванивать контакты. здесь 180 вольт есть. маловато. но оно есть. электродвигатель не крутится. сейчас он иногда включается. я потом полез рукой немного толкнул за колесо. и вот скорее всего щетки. есть такой звук как будто на щетках искрит немного. поэтому скорее всего вопрос с электродвигателем. с щетками электродвигателя. для этого нужно переворачивать. снимать электродвигатель. снимать щетки и смотреть. сзади крышки нет. есть доступ только с самого низа. для этого нужно перевернуть. сейчас будем продолжать. итак я разобрался. проблема все таки действительно была в щетках. вот здесь снимаются щетки. если посмотрим. видите она должна щетка выходить приблизительно на сантиметра 2. два с половиной даже. дели иногда касаются. иногда не касаются. тут уже щетки под замену. единственная проблема это открутить. она крепится на вот такие винтики. винтик на 5 и 5. 5 маленький. 6 проворачивается. хорошо что у меня есть вот такой вот набор еще советских времен. и он как раз на 5 и 5. ну вот так как то получилось. ну и просто два винта откручиваем. снимаем с контакта. и вытаскиваем. все. теперь заказываем две таких щетки. заказываем щетки. ставим и будет машинка как новая. ну собственно в этом весь и ремонт. заказал поставил на место и попробуем уже вместе с новыми щетками. а так в принципе все остальное более-менее в таком приемлемом состоянии. на этом пока заканчиваю видео. закажу и уже когда поставлю возможно покажу как она работает. ну в принципе ремонт точно заключается в замене щеток. увидимся на канале. видим что вот таким простым способом полностью мертвая стиральная машинка. и можно поднять просто поменять щетки. всего доброго. подписывайтесь на канал. и так вот причина почему необходимо было поменять щетки. щетки обе почти в одинаковом состоянии. тут уже вообще не было контакта. тут еще какой-то контакт оставался. но они же должны быть вот такие. 27 сантиметров. поэтому 27 миллиметров. заказал новые. они уже пришли. я поставил. видите да? уже нет щеток вообще. и сейчас буду проверять стиральную машинку. причина поломки вот просто щетки. стоимость щеток обошлось вместе с транспортировкой 10 долларов. приблизительно плюс-минус. щетки такие специфические. с контактом в бок. на этом сейчас покажу как стиральная машинка работает. ну а вы подписывайтесь на канал. и будете видеть что на самом деле можно простым способом ремонтировать сложную бытовую технику. электронику, электроинструмент. все это можете увидеть на моем канале. электроника. 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 Продолжение следует...